Первонаперво силы были брошены на расчистку и восстановление домов и частных подворий. Сейчас приступают к общественным зонам. Впереди еще расчистка администрации Кировского сельского округа. Там около 7 тысяч кубометров крупных камней, ила и бревен, которые выбросило гидроударом на крышу здания. На данный момент в Тахагавшей, Марине, Татьяновке и Алексеевке трудится порядка 37 единиц техники, 150 сотрудников администрации, 140 сотрудников МЧС, 20 специалистов Кубань-Спаса и 10 из службы спасения Сочи. Ежедневно на месте, где вновь с 4 на 5 июня бушевала стихия, работает первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит. Сейчас идет уже зачистка населенного пункта, образно говоря, дошлифовка. Мы нарезаем кюветы, бурим скважины, ямки под установки столбов. Для того, чтобы восстановить заборы заборов, надо восстановить порядка 2 километров. Параллельно идут работы по расчистке русла реки и ручья Нагиши. Этот маленький водоем сейчас углубляют примерно на 3,5 метра, делают его шире около 5 метров, убирают все, что нанесло последними дождями. Принимаются важные коммунальные решения, заменены все подводящие линии электропередач на новые. Разделили населенный пункт на два сектора, чтобы электроснабжение было стабильным. В наиболее пострадавшем, скажем, аулит Хагавши, мы переносим с помощью, переносят нашей энергетики 205-ю подстанцию, которая все время находилась в зоне подтопления, перенесут ее на неподтопляемое, незатопляемое место. Это первое. Второе. Значит, мы приняли решение за счет внебюджетных средств сделать новую скважину, потому что дебиты скважин уже не позволяют снабжать населенный пункт в нужном объеме. Эту работу мы завершим где-то в течение полутора, максимум двух месяцев. Люди, оправившиеся от удара стихии, уже планируют, какие деревья будут высаживать в расчищенных садах. На участке работают ребята, очень хорошо работают. С такого, что было. Тут вот посмотреть можно, камни все, завалы. Они меня расчистили. И вообще, я благодарность великая. В дом вода не зашла. Деревья мы заново посадим, какие погибли. И так, наверное, жизнь будет продолжаться. Мурдин Литхуши живет на ровной 28 в ауле Тхагавш. Сегодня от души благодарит всех, кто помогал справиться с последствиями ЧС. Вспоминает, как много было ила в его доме и дворе. Пострадала кухонная бытовая техника. Главное, дом уцелел. В первые часы пришла помощь Пахомов. Приехал сразу, как была возможность. В первые часы пришла и завезли нам продукты, завезли нам технику, загнали. Вот нас вычистили весь двор. Спасибо им огромное. Сегодня мы благодарим всех, кто нам помог. Аскерт Лив на своем подсобном хозяйстве выращивал форель, как говорит для себя и своей семьи. Пока к его дому трудно добраться, мост смыло. Но чтобы помочь справиться с последствиями, добровольцы переходят ручей на Гиш вброд. После того, как все основные работы завершат, уверяют власти города, приступят к восстановлению моста. Причем постараются спроектировать новое сооружение с учетом всех особенностей, чтобы впредь он выдерживал натиск воды. Рыба – это мелочи. Рыба была так. Ну вот по первой этаже вот здесь стекла были в воде. Затопило котельную, кочегарку. Ну вы видите, все. Заборы поломало. Вот. Ну, помощь пришла быстро. Я хочу всем сказать большую благодарность, выразить большую благодарность за помощь, за организацию работ главе нашего местного, главе города Сочи и края. Все делается быстро, добросовестно. На сегодняшний день из четырех населенных пунктов вывезли 11 кубометров ила, порядка 7 тысяч кубометров бревен. В планах завершить все работы уже к концу этой недели. Сочинские единороссы продолжают оказывать помощь и взяли на себя обязательство восстановить заборы в ауле Тхагапш. А это порядка трех миллионов рублей.